С парком связана вся её жизнь. Жила рядом с ним, через парковые аллеи бегала в школу. Если бы тогда ей сказали, что она будет здесь работать, признаётся Антонина Николаевна. Не поверила бы. Свой трудовой путь начинала в районном отделе культуры, потом работала методистом в парке, с начала 90-х стала его руководителем. Даже годы перестройки и финансовой нестабильности вспоминает с чувством гордости. Зарплата была вообще мизерная. И ту нам не давали. Наверное, помните эти времена, когда 91-е, 90-е лихие годы, когда не давали деньги. На работу приходили все. Мероприятия проводили все, которые были запланированы. Хотелось, конечно, делать больше, чем сделали, но вот эти лихие 90-е, они вывели всех из колеи. И у нас и финансирование было маленькое. Единственное, что мы всегда за сохранение парка, за сохранение этой зоны парковой, я думаю, что нам это удалось. Команду Антонины Денисовой называли новаторами в области культуры. Смотры, эстафеты, веселые старты, демонстрация фильмов в парке. Идея конкурса рисунков на асфальте тоже принадлежала им. Был у нас в администрации очень уважаемый человек. Когда к нему пришла, я говорю, вот знаете, мы хотим провести конкурс рисунка на асфальте. Как? Я говорю, ну как, ребятишек пригласим из школ, придут, 1 сентября мы его и проводили. Вот, на асфальте будут рисовать мелом. Он говорит, а потом как? Как вы смывать эти рисунки будете? Я говорю, а зачем? Смысл-то такой смысл. Люди будут идти, любоваться, а дождик смоет все. Ей удалось перенести новогодние праздники с Комсомольской площади в городской парк. К исполнению этой задумки коллектив шел очень долго, вспоминает Антонина Денисова. Шли каникулы. Строился такой хороший елочный городок новогодний. И ребятишек много. И, в общем, было чем их и занять. И им интересно было здесь проводить время, потому что специальные программы готовились детские. В годы работы Антонины Николаевны было сделано ограждение парка, построен гараж для техники. Всегда мечтали о новых аттракционах, но это так и осталось мечтой. Поэтому в основном сохраняли то, что уже здесь было. Мы только приходили на работу и ремонтировали. У нас то бюсты сломают, то аттракционы снимут, всякие запчасти, особенно медную только съемную шинку. Ну, ничего, выжили, потому что духом не падали. У нас был плакат здесь «Сотвори мир души» и пошли его людям. Абрамова слова были. В то время он нормальный был, потому что все ломали. Поэтому мы хотели, чтобы люди в душе сотворили мир. И ничего, наоборот, бы вносили свою лепту сюда, в парк. Антонина Денисова рассказала много интересного и о парке, и о людях, с которыми ей повезло работать. Она призналась, что любовь к этому месту не позволила ей уехать из Искитима, хотя предложений было много. Все друзья, все родственники, воспоминания все. Но я не пессимист, я это самое, и люблю свой город, поэтому и горжусь им. За те годы, которые я тут жила, он вырос, похорошел. Мы-то жили, деревня была, детство наше, деревня была натуральная здесь. А вот со временем все хорошеет, все развивается, строится. В городском парке культуры и отдыха имени Каратеева она отработала 25 лет. Отсюда уходила на пенсию. Ветеран культуры Антонина Денисова внесла неоценимый вклад в развитие и становление места, где работала, и города в целом.